Турецкий язык. Причастие. Сифат филер. Ар, эр, маз, мез. В сегодняшнем небольшом уроке мы рассмотрим причастие на ар, эр, маз и мез. Это уже пятый урок про причастие, поэтому я не буду рассказывать с самого начала, что такое причастие в турецком языке. Просто коротко повторим. Причастие или глагольное определение производится путем присоединения аффиксов причастия к глагольным основам. Причастие – это особая форма глагола, которая обозначает признак предмета по действию и отвечает на вопросы прилагательного. В этом уроке мы рассмотрим сразу два вида причастия на ар, эр и маз, мез, так как они схожи по своему логическому наполнению. Причастие на ар, эр выражают неизменные признаки предмета или присутствие какого-либо качества у предмета, а причастие на маз и мез выражают отрицательные признаки предмета или отсутствие какого-либо качества у предмета. Аффиксы этих причастий такие же, как аффиксы широкого времени, и присоединяются они по принципу присоединения аффиксов широкого времени, поэтому здесь уже правила присоединения я рассказывать не буду. Если вы смотрели урок про широкое время в турецком языке, то с легкостью сможете присоединять эти аффиксы к корню или основе глагола. Особенность данных причастий в том, что они не изменяются по лицам и числам. Как вы помните, широкое время выражало постоянные действия, так и причастия с такими аффиксами, как бы с аффиксами широкого времени, выражают постоянные признаки, существующие или отсутствующие у предмета. Зачастую словосочетания, образованные при помощи таких причастий, то есть причастий на ар, эр, маз и мез, имеют значение устойчивых, составных или простых существительных в русском языке. Сейчас посмотрим на примерах. Например, язар, коса будет переводиться как кассовый аппарат. Причастие у нас здесь язар от глагола язмак, писать, записывать. И получается, если дословно будем переводить, коса это просто как коробка какая-то, ящик, коробка, а язар, которая пишет, коробка или ящик, которая пишет или записывает. Но на русский это у нас переводится как кассовый аппарат. Или следующий пример. Глагол чалмак, который переводится как звонить, дребезжать, звенеть. И чалар, саат переводится как будильник, но дословно в турецком языке саат это часы, а чалар такие, которые звенят, которые создают звук. И получается чалар, саат это будильник. Причастие здесь у нас это признак предмета. Есть часы, саат, и признак этих часов какой? То, что они звенят, чалар. И получаем чалар, саат, это здесь у нас причастие на ар, эр. Следующий пример. Глагол янмак, гореть, и янар, да, переводится как вулкан. Вообще, да, это гора. Какая у нас гора? Янар, то есть та, которая горит. Горящая гора. Но так как горящая гора, это такого слова как бы нету, в русском языке это получается вулкан. Янар, да. Здесь тоже причастие как признак слова да, гора, как признак этой горы. Или еще пример. Глагол акмак, это значит течь, протекать. И акар-су у нас проточная вода. Су это вода, а какая она, признак ее, акар, которая течет. Получаем проточная вода. Кроме того, акар-су может быть не обязательно проточная вода, которая из крана, а это может быть река, которая течет. Ее тоже могут называть акар-су, потому что это вода, которая протекает, течет у нас. В разных ситуациях это слово на русский язык можно переводить по-разному. Сразу скажу, что в Турции есть государственная структура, которая называется Турецкое лингвистическое общество, или по-турецки Тюрк Диль Куруму, которая регламентирует грамматику турецкого языка и правильность написания слов. И по непонятной мне логике некоторые словосочетания с такими причастиями по правилам этой организации пишутся слитно. То есть, например, Яна Арда пишут слитно, без пробела, как одно слово. А некоторые слова, которые построены по той же логике, то есть причастие плюс предмет, плюс существительное, пишутся раздельно. И при всем при этом можно встретить и слитное, и раздельное написание одних и тех же слов. То есть, например, слово Яна Арда. Если смотреть это слово на сайте Турецкого лингвистического сообщества, они покажут, что нужно писать слитно. Но вместе с этим есть много литературы научной, есть там в прессе где-то, когда ты встречаешь, что это слово пишут раздельно. Если исходить из той логики, что, например, Яна Арда, вулкан, нельзя разделить, нельзя написать отдельно, так как это сразу меняется значение, если отдельно слова поставить, да? То есть, оно может быть только слитно, только обозначать конкретное значение, вот в данном случае вулкан. Но тогда точно так же можно и написать слово Чалар Саад, будильник. То есть, если ты уберешь слово Чалар, это будут любые, какие хочешь, часы, но никак не будильник. А будильник это как бы отдельный вид часов, но Чалар Саад пишется раздельно, или Язар Каса пишется раздельно, а, например, Яна Ардаа пишется вместе. Я не стал в своих примерах писать эти слова слитно, которые должны писаться слитно, как бы по правилам, а какие-то раздельно. Я все пишу раздельно для того, чтобы мы здесь, в этом уроке, поняли логику построения таких причастий и слов-словосочетаний. А уже, когда вы будете их использовать на практике, вы, каждый сам, отдельно может посмотреть в словарях, хотя, как я уже говорил, и даже в словарях во многих можно встретить и отдельное написание, и слитное написание многих слов с такими причастиями. Поэтому каждому выбирать, как писать правильно, на какие источники ссылаться. Это уже ваше решение. Здесь нам сейчас главное понять логику. И теперь посмотрим примеры с причастиями на must-mest. Например, глагол у нас есть tu kenmek, переводится как растрачивать или заканчиваться. Когда у нас что-то есть, и оно потихоньку уменьшается, и в конечном итоге заканчивается. Это вот в таком смысле. И, например, tu kenmes kalem, переводится как шариковая ручка. В принципе, в турецком языке, когда вы говорите kalem, все понимают, что это ручка. То есть у нас есть kuršun kalem, это карандаш. А kalem, когда говорят, все понимают, что это просто ручка. Хотя это слово имеет арабские корни и переводится как устройство, которое пишет. Это может быть перо, это может быть карандаш, это может быть ручка, в принципе. Но в турецком языке отдельно еще, кроме того, что мы говорим kalem, это ручка, еще на шариковую ручку говорят tu kenmes kalem. Что переводится как, если по логике, незаканчиваемая, то есть бесконечная ручка. В русском языке мы назвали шариковая ручка, потому что там было устройство с шариком, которое пишет. Ну, а турки назвали ее бесконечной ручкой. То есть это ручка, которую можно пасту менять или там заполнять, неважно. И поэтому ее вот, наверное, так назвали. Я не знаю, из какой логики исходили, когда называли ее tu kenmes kalem. Или следующий пример. Здесь получается словосочетание из трех слов, но неважно, смысл один тот же. Гечермек, это значит пропускать, что-то пропускать. Сугечермес, не пропускающая воду. Что? Саат. Часы. Часы, который имеет признак не пропускать воду. И переводим как водонепроницаемые часы. Или следующий пример. Глагол яромак переводится как быть полезным, быть нужным. И яромас. Чоджук. Чоджук, это ребенок. Какой? Яромас, то есть который бесполезный. Ребенок бесполезный, но мы переводим дословно как непослушный ребенок. И еще один пример. Янмак, гореть. И янмас, тава, это у нас антипригарная сковородка. Тава, сковородка какая, которая имеет признак янмас, не горящая. Если глагол у нас янмак, гореть, то янмас, та, которая не горит. Сковородка, которая не горит. Ну а на русский переводим как антипригарная сковородка. Как вы видите в этих примерах и в предыдущих примерах с причастием на R, R, все признаки, которые образовывались при помощи причастий на R, R и мазмес, это являются признаками постоянными. То есть это признак предмета, который он постоянный. У нас янмас, тава, антипригарная сковорода. Вот именно антипригарное слово, оно никак не может поменяться ни в какую сторону, потому что если поменяется в какую-либо сторону, то этот предмет прекратит быть тем предметом, который описывает это причастие. То есть это перестанет быть антипригарной сковородой. Она может быть какой-либо другой, но не антипригарной. То есть это качество, которое постоянное. Точно так же, как и для ручки. Шариковая ручка, она всегда у нас шариковая. Или водонепродицаемые часы, это тоже признак постоянный. Ну и Ярамас Чоджук, здесь тоже непослушный ребенок, он непослушный все время. То есть если он станет послушным, то значит он уже не будет Ярамас Чоджук, он будет просто хорошим Чоджуком или другим, но уже из этого значения он выйдет. Теперь еще посмотрим несколько примеров использования таких причастий в предложениях. Например, Мы пережили с ним незабываемые мгновения. Или еще предложение. Синеккелир – муха прилетит. Откуда? Багдаттан – с Багдада. Куда она прилетит? Балларына – намет. Намет кого? Гюлер юзлю инсанларын – приветливых людей. Намет приветливых людей. Гюлер юзлю инсанларын балларына багдаттан беля синеккелир. Намет приветливых людей, даже из Багдада муха прилетит. Ну это такое турецкое выражение. По-русски может быть звучит не совсем красиво, но смысл, я думаю, понятен. Следующий пример предложения. Дурушмада давая Ильишкин хазырланан билиркищи рапору окунду. Дурушмада на слушании дела. Дурушма – это вообще заседание в суде, слушание. Окунду был зачитан. Давая Ильишкин хазырланан подготовленный по делу. Давая Ильишкин по делу хазырланан подготовленный. Экспертный доклад. Билиркищи рапору. Вот здесь у нас причастие и предмет. Это билиркищи. Кищи – это человек, личность. Билир – та, которая знает. То есть человек или личность, которая знает. На русский язык переводится как эксперт. И получаем. Дурушмада давая Ильишкин хазырланан билиркищи рапору окунду. На слушании дела был зачитан подготовленный по делу экспертный доклад. И следующий пример. Я ищу спутника для путешествия. Я ищу спутника для путешествия. Я ищу спутника для путешествия. В одном караване со мной. Билиркищи рапору. Который будет путешествовать со мной на неведомые земли. Вот здесь билирмес диарлара. Диар – это земли, местности. И какие они билирмес – неведомые. И получаем все вместе. Я ищу спутника для путешествия. В одном караване со мной на неведомые земли. И еще что нужно знать, что причастия на ар-эр или мазмес, когда находятся без существительного, они становятся у нас сами по себе существительными. И такими устойчивыми существительными могут иметь очень разнообразные значения. Посмотрим просто несколько примеров. Например, дёнер. Что такое дёнер? Кто в Турцию ездит, это знает. Это вот как мясо, которое крутится. И из него делают кебаб, который называется по-турецки дёнер кебаб. Кебаб – шашлык. Дёнер – тот, который крутится. То есть дословно перевести «крутящийся шашлык». Вообще в турецком языке и дёнер кебаб, и дёнер просто. Это является вот… Я не знаю, как на русский это сказать. Это вот именно есть дёнер. Очень вкусный дёнер. Или ещё, например, пример даже из двух слов, которые похожи на причастие «ар-эр», но самыми по себе они являются существительными, потому что у нас нет существительного. И значит, они не признак, а они уже слово. Например, «бичер дёвер». Это комбайн по-турецки. Если мы попробуем понять, что же это такое. «Бичер» – «бичмек» – это глагол, значит «косить». А «дёвмек» – это значит «бить» или «отбивать». И вот у нас получается «бичер дёвер» – это то, что скашивает, косит. И «дёвер» – выбивает. Ну, скажем, зерна отбивает от стеблей. И получается у нас комбайн – это «бичер дёвер». Или, например, «кесер». «Кесер» по-турецки – это «молоток гвоздодёр» по-русски. Или, я не знаю, как правильно сказать, это такой предмет, который, с одной стороны, остренький, как топорик. Но и с ним, им можно и рубить что-то, и также выдирать гвозди можно с ним. А на другой стороне, как молоточек. Вот этот предмет они называют «кесер». По-русски я нашёл самое более-менее похожее. Это «молоток гвоздодёр». От глагола какого? «Кесмек» – это значит «резать» или «рубить». «Кесмек» – «кесер». И есть слово, часто используемое, вы можете много его услышать, если вы в бизнесе, если вы работаете в офисе где-то. «Гелир» – это «доход». У нас, смотрите, глагол «гельмек» – «приходить». И «гелир» – это само по себе получается существительное «приход». Как бы, да? «Приход» или по-русски «доход». И есть слово «гидер». От глагола «гитмек» – «уходить» или «убывать». И «гидер» – это то, что «убывает». А по-русски переводим как «расход». «Гелир» – «доход», «гидер» – «расход». Как вы видите, эти слова здесь у нас без существительных. Это не причастие, это уже существительные. И они имеют вот такие вот значения. На этом этот урок закончен. Надеюсь, он был полезен для вас. Надеюсь, он был интересным. Подписывайтесь на канал, для того, чтобы всегда смотреть новые видео. Ставьте класс, если понравилось вам это видео. Если не понравилось, пишите в комментариях, что вам не понравилось. Спасибо за внимание. До новых встреч.